Здравствуйте, дорогие зрители! Итак, как я и обещал, приступаем к новой теме, к генераторам. Но приступаем к ней неожиданно, скажем так. Генераторы вроде бы что-то отдельное, но в электронике, как вы уже, наверное, должны догадаться, все взаимосвязано. И вот генератор у нас получается из усилителя. Для этого я собрал вот такой вот двухкаскадный усилитель. Кстати, идею я взял из книги Борисова «Юный радиолюбитель» 1979 года. Там потому что по годам немножко отличается содержимое. Но вот мультивибратор автоколебательный. Вот тут написано, что произойдет, если вход усилителя соединить с выходом. Итак, вот у нас есть собранный двухкаскадный усилитель. Сейчас я приложу схему мультивибратора автоколебательного. Кстати, рекомендую все-таки читать книги, как всегда. Итак, что я делаю? Ну, демонстрирует, что усилитель рабочий я, наверное, буду. Хотя, наверное, ничего не слышно, так как усиление достаточно слабое. Но для генератора, что самое удивительное, не требуется слишком качественное усиление. Поэтому я выключаю, убираю вот этот входной микрофонный каскад. Пересоединяю вот так вот. Да, вот так вот присоединяю входной конденсатор. И оставляю схему вот таким образом. И применяю, как я там показывал, вот такую перемычку, которую я сделал самостоятельно из белевых заклепок. Собственно говоря, это и есть. Белевые заклепки в очередной раз напомню, но думаю, не лишним будет напоминание. Итак, я присоединяю вход и, как вы понимаете, выход. И, согласно схеме Борисова, у меня получился самый настоящий мультивибратор. Как мы ржали, помню, когда нам первый раз сказали про это. Вот, я его включил. Так, вы должны слышать, что он заработал. Ну, как всегда, контакты играют. Самое интересное, что еще показать? Написано, что колебания близки к прямоугольным. Сейчас мы проверим это осциллографом. Так, подсоединяю и наблюдаю колебания близки к прямоугольным. Ну, правда, они больше напоминают... Сейчас я вот вам продемонстрирую. Так, они больше напоминают что-то, горбины какие-то. Так, сейчас включу автостабилизацию. Ну, и подберу... Нет, подберу... Так, надо найти... А, да-да-да, вот триггер. Ой, с этим осциллографом тоже не то, чтобы лакита, но, скажем так, достаточно порой муторно работать. Ну, вот так вот, да. Получается, да, чуть-чуть прямоугольники, чуть-чуть обрезанные. Ну, кстати, почитать про то, как работает данный мультивибратор, можете у Рудольфа Свореня. Это достаточно интересное описание. Там рассказывается, как влияют вот эти вот конденсаторы, резисторы. Кстати, давайте коснемся, почему усилитель превратился в генератор. Я пока выключу. Так, выключу. Так, все, выключил. Почему он превратился в генератор? Мы соединили вход с выходом. Что у нас получилось? У нас получилось, грубо говоря, какой-то сигнал. Ну, шумовой сигнал, вы как понимаете, если с хорошими усилителями работали или не с хорошими. Какой-то фон, какой-то призвук все равно существует. Итак, вот здесь вот все так же существуют какие-то шумы, скорее всего, тепловые или просто контактов. Ну, неважно. Этот сигнал усиливался вот на этом транзисторе. Без разницы, там какой-то шум, целая куча сигнала. Дальше он поступал через вот этот опять конденсатор на базу, усиливался и попадал обратно на базу вот этого первого каскада. И происходило так называемое замыкание. То есть, один и тот же сигнал, точнее, этот шум начинал усилиться. Но просто так шум не усиливался. Здесь начинали работать РЦ цепи. РЦ, значит, резистор-конденсатор. Они определяют, как сказать, в данной схеме сложно, конечно, вот прям напрямую рассчитать. Все зависит от вот емкости вот этого конденсатора. Здесь вот я использовал 0,02 микрофарада и 100 кОм. Также влияет и вот этот вот конденсатор. Здесь как бы все элементы влияют друг на друга. Даже транзисторы тоже влияют на частоту. И, кстати, вот этот вот конденсатор, который я прицепляю на динамик, тоже влияет. Я специально подобрал 0,01 микрофарад, чтобы как можно меньше вносить влияние, скажем так, в режимы по переменному току вот этих двух каскадов. И вот, смотрите, что происходит. Этот шум начинает потом выделяться определенная частота, какая-то одна, главная. И она зависит от вот этих вот, скажем так, конденсатора и резистора. Ну, у Удольфа Сволина и у Борисова написано, что зависимость от времени разрешения вот этих конденсаторов. То есть, если я сюда вот, ну, я уже не буду показывать, поставлю, допустим, 10 микрофарад конденсаторы, то данная схема должна работать на низких частотах. Ну, собственно, так говоря, о чем я хотел сказать? Что сигнал сначала шумовой, выделяется какая-то определенная частота, и вот он начинает генерировать бесконечно по циклу на вот этой частоте. Меняем сопротивление, меняем конденсатор, и меняется частота вверх-вниз. Как написано, сигнал похож на прямоугольный. Но это один из видов генераторов. Существует множество других видов генераторов, и про них лучше один раз показать. Сейчас, наверное, чуть-чуть уберу. Так, уберу. Посмотреть вы их можете в книге Рудольфа Сворени. Вот тут у него целая, целая прям глава. Ну, и, кстати, у Борисова тоже очень много. Вот называется транзисторные генераторы, собственно говоря, вот тут вот наверху. Сейчас, секунду. Да. Вот тут вот наверху дан классический. Так, сейчас, секундочку. Так, нет, наверное, вот так вот все-таки... Ой, это что такое? Чужело управляться. Так, ну да, вот тут вот наверху. Да, вот тут вот дан классический мультивибратор. Дальше идет РЦ. То есть вот, кстати... Ой, по-моему, это генератор ВИНа. Или как-то там получается синусоида. Но я честно скажу, я вот такие генераторы пробовал собирать, и у меня почему-то не получались они, не знаю. Вот такие вот, тоже, кстати, прямоугольные. Кстати, я его попробую собрать. Так, вот тоже прямоугольные. Вот генератор пилы. Тут какие-то уже специальные, бип-мип, и какие-то соловей, да. Насчет трансформаторных. Вот тут вот у меня какой-какой приемчик послужил донором для вот этих вот трансформаторов, как раз для сборки вот таких схем. Но это я уже буду делать чуть-чуть, скажем так, может через пару видео, когда буду рассматривать РЦ, так, ЛЦ, ЛЦ, да, генераторы пилообразного напряжения и синусо-синуса. Кстати, предыдущее видео, которое я делал по, это, по-моему, называется настоящий передатчик, собственно говоря, это было про генератор. Ух ты, развалилось как. Так, ну что, сейчас мы соберем, все равно надо будет пересобирать, да. Это был настоящий генератор радиочастоты. Да, на средние длинные волны он у меня получился. Вот, это был настоящий генератор ЛЦ. То есть, использовал я, как вы, наверное, может быть, посмотрите, если вы, конечно, смотрели предыдущее видео, из вот этих вот, из этих двух элементов. Это вот конденсатор переменной емкости и так называемая индуктивность. И вот на них я собирал настоящий передатчик. Но сейчас мы немножко коснемся, немножко других, скажем так, более стандартных схем. Так, я сейчас на минуту ставлю на паузу видео и попробуем собрать те схемы, которые предложены в книге. Так, секундочку. В книге номер 2. 990 схем. Ну, там можно и в других книгах, но я вот буду ее пользоваться. Я думаю, в интернете вы сможете найти. Так, сейчас секундочку, переключусь. Так, я собрал схему, которая предложена в книге «Знаток». Во второй книге. 99 схем. Это 524 схема. Предыдущая была схема. Это моя, собственно говоря, изготовленная, но, собственно, реализованная. Так-то она в книгах есть. В общем, это 524 схема. Генератор звука высокой тональности. Когда включатель замкнут, динамик издает пронзительный звук. Готовьтесь. Кстати, здесь. Вот. Контакт. Кстати, всегда думал, зачем сюда вот эту штуку присоединили. Можно вот так играться. Это же пьезоизлучатель. Извините. Наверное, меня не слышно было. В общем, пьезоизлучатель. Можно по нему стучать, и что-то будет меняться. Так, следующее. 525. Параллельно пьезоизлучателю подключите конденсатор. 0,02 микрофарад. Написано, что частота должна понизиться. Ну, да. Понизилась частота. Так. Понизилась. Ну, это хорошо. Что дальше? Замените конденсатор конденсатором 0,1. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Где тут у меня? Вот она. Вот она. 0,1. Десятое. Пробую. Так. Да. Частота понизилась. Но. Выви, они пьезоизлучатель все так же есть. Так. Смотрим. Так. Частота бы низко. 527. Простой электронный метроном. Замените конденсатор 0,1 микрофарад конденсатором 10 микрофарад. Это электролитический конденсатор. И как я говорил, у него есть здесь плюс, минус. Здесь написано плюс должен быть вверху. Так. Вверху. Вверху. Вверх. Ну, вверх вот. А вот горизонтально он расположен. Ну, вверх ладно. Будем считать так. Вот у нас плюс. Питание. И вот он пошел, пошел, пошел. Через этот резистор сюда. Ну, пусть будет вверх вот здесь. По-моему, логично. Логично, да. Плюс вот здесь. Вот здесь вот плюс. Да. Покажу так вот. Включаю. Звук метронома. Так. Звук метронома. Ну. Ну, что-то, что-то похожее. Да. Что-то. Так. Ну, следующий. Оставьте прежнее параллельное соединение конденсатора 10 микрофарад и пьезоизлучателя. И замените динамик лампой 2,5 вольта. Так. Меняем. Так. Меняем, меняем, меняем. Так. Меняем. Выскочила. Ой, господи. Ну, ничего. Ладно. 2,5 вольта. 2,5 вольта. Вот такая лампочка тут. Так. Вот так. И вот так все соединено. Проверяем контакты каждый раз. Конструктор такой вот рассыпучий у нас. И что мы видим? Лампа будет мигать. Лампа не будет мигать. Лампа будет гореть. Так. Или что? Нет. Не будет мигать она. Что-то вот тут соврали немножко. Кстати, это не первый раз такое. Так, попробую поменять на 100 микрофарад. Может, с ней будет мигать. Ну-ка. А, вот. Включилась. И... И, 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 и... И... Так. Нет, это я опять трогаю контакты руками. Так. Это что ж такое? Так, ну-ка. Мигай. Ну-ка. Мигнул. И... Что-то как-то медленно. Так, попробуем еще раз. 10 микрофарад. Так. Мигал же. Зараза. Не мигает. Ой. Ну, так вот. Дайте мое. Ну, ладно. Не мигает. А почему? А потому что, скорее всего, так не должно работать. Ну, ладно. Нет, знаю. Оставьте прежнюю лампу, удалите конденсатор. А, ну, это мы, собственно говоря, уже делали. Вот. Комариный звук. Так. Продолжим. Собрал я тут схему. Называется она... Тут вот... Так, 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 да. 520... Так. Нет, она... 524, да. 524. И приходится вот так вот тут. Генератор звука высокой тональности. Так работает. Это я специально показываю, что на звук влияет абсолютно все. В том числе емкость моей руки. То есть я когда вот так вот касаюсь, я и создаю сопротивление. Вот. Уменьшая вот это сопротивление, допустим. Так. Тут 100 килоом. И я вот еще 100 килоом. О, повыше стал звук. Так. А если я увеличу конденсатор? Ну, звук вроде становится ниже. Ну-ка, 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 ну-ка. А если вот так сделать? Нет. Ну-ну-ну-ну. Отлепись. Тут, кстати, надо быть осторожным. Когда вот лампочка так горит, загорается, вот этот вот транзистор начинает очень сильно греться. Или вот этот. Вот. В зависимости от схемы. Можно допустить тепловой пробой, если вовремя не заметить. Ну-ка, попробую еще так. Нет. Ну-ка, если вот так... Тоже ничего. Ладно. Ну, отвези с ней. Ну, отвези с ней. Так. Что тут написано? Параллельно пьезоизлучателю подсоедините конденсатор 0,2... Где он тут? 0,2 микрофарада. Вот он. Параллельно пьезоизлучателю. Да. Динамик будет издавать звук средней тональности. Так. Стоп. Подождите. Я тут забыл один момент. Это не та схема. Это схема, которую я собираю. Это... Да. Извиняюсь. Это 533 схема. Да. Немного обшибся. Так. Да. Гробкий комарин и писк. Это был. Так. Потом мерцающая лампа. Вот, кстати, с мерцающей лампой ничего не получается. Ой. Не знаю. Попробую вот... По-моему, я вот собирал как раз вот то, что я вот показывал в книге Рудольфа Сворени. Вот я эту схему попробую. Ну, это не мерцает у меня лампа. Написано 10 микрофарад. Да, по-моему, я только что сейчас это делал. Плюс слева. Ну, плюс слева, так плюс слева. Лампа. Ну... Ну, давай, мерцай. Мерцай. Ну. Мерцай. Контролировать нагрев. Кстати, на транзисторах бы помощнее вот для таких схем. Все-таки лампочку сложновато коммутировать. Нет. Не мерцает. Не знаю. Не получается у меня. Может, у кого-то получается. Хотя делаю все так же. Так, удалите. Так, оставьте динамик. Так, динамик. Замените лампу динамиком. Замените лампу динамиком. Так. Пищал вот этот вот генератор. И что у нас получится там? Замените лампу динамиком и начинать... Так. Ой, как громко. В общем, как бы смысл демонстрации. Что здесь получается? Здесь вот как раз тоже усилитель. Мы такой, по-моему... Да, такой это собирали. Это как раз вот, скажем так, составная схема с непосредственной связью двух разнополярных транзисторов. По-моему, схема Топсона называется. Так, я, по-моему, в прошлый раз смотрел. В общем, смысл такой, что здесь вот этот вот конденсатор... Да. Этот вот конденсатор создает обратную связь вот с этим вот... Ну, сам собой. Да, и плюс еще связь идет через вот этот пьезоизлучатель. Так. Так, сигнал от... А, да. Тут в данном случае идет сигнал с пьезоизлучателя. То есть мы... Сигнал поступает сюда. Выделяется вот на динамике. Ну, слон, как это шум. Возвращается через пьезоизлучатель. Он у нас служит частотосадающей цепью. Этот сигнал, часть сигнала вот отсюда, через него выделяется здесь как раз вот этот высокочастотный. Так как он обладает своей собственной емкостью и сопротивлением. Ну, то есть он является резонансной цепью. Ну, в данном случае пьезоизлучатель, да. И вот поступает на базу обратная энергия. То есть у нас идет постоянная подпитка. Ну, плюс еще вот эти вот РЦ цепи. РЦ, да. Тоже играют роль. Скорее всего для, скажем, некоторой стабилизации. Для более стабильной работы этого генератора. Так, что написано? Генератор. Так. Так, замените лампу. Динамик начнет. А, оставьте конденсатор. Здесь микрофарад. Так. Будет издавать звук метронома. Да. Вот это работает. Но лампочка не моргает. Лампочки у меня не той системы. Так, издавать вибрирующий звук. Так, оставьте динамику в цепи. Удалите конденсатор. Вибрирующий звук высокой тональности. Ну, и так. Ладно. Так. Следующий. Это 537. Схема. Замените. Так. Сюда вот этот сенсор. Что он нам даст? А он нам даст вот такую штуку. Что могу? Кнопочка. Ну, такой вот получился будильник. Ой, звонок. Да. Нажимаю кнопку. И вот фактически просто у нас включается рабочая точка вот этого каскада усиления. То есть вот это сопротивление, смещение базы вот этого транзистора поступает. Плюсовое смещение на базу этого транзистора поступает через вот этот вот резистор. И вот в данном случае при нажатии сенсора, при замыкании сенсора. Так, отсоединяем. И тут написано поставить. Так. Поставить управляемый генератор высокой тональности, управляемый светом. Вот такой вот. Ой, ужас. Так, ладно. Управляемый сенсором, управляемый светом. Так. Что тут у нас? Регулируемый. Регулируемый. Секундочку. Так. И напоследок я собрал 546-ю схему изучения азбуки Морзе. Соберите и порадуйте своего... Тут тональность меняется. Соберите и порадуйте своего дедушку. Заодно выучите азбуку Морзе и сможете сдать на первую категорию, но, правда, предварительно сдав на все остальные, хотя бы поработав, по-моему, там пару лет, на третий или на второй. Итак, азбука Морзе. Буковка А. Но нас интересует... Так, 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 так. Готовы ли к приему? QRV. Так, нет, что тут? А, кстати. Это вот мне подарили, скажем так, в радиоклубе. Можно сказать, уже отдали, видите, тут ламинировано все. И вот тут написано, что тут означает. Так, что тут? Что тут такое? Альфа, Браво, Чарли, Дельта, Эхо, Фокстрот. Ну, извиняюсь за свой английский. Так, QR. Так, вызов, 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 вызов. QRV. Нет, 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 нет. А что же? Что же? QR. QSO. QS. D. QSL. Ну, это понятно. Ну, ладно, давайте попробуем. Имеете ли вы что-либо для меня? Можно ли передавать быстрее? QRQ. QRL. Попробуем. Так, QRL это... Нет, не получилось. Нет. Нет, это две точки. Это Z у меня. О, Q. Так. R, 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 R. Это R и L. L, 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 L. О. Ну, господи. Кошмар. Благодарность. T, S, K. T, S, K. Ну, попробуй, T, S, K. S. Так, T, S, K. Так, что тут, господи, по-английски-то? T, S, K. Дау-е-моё. T, S, K, T, S, K. Благодарность. T, K. Так, T, K, S, V. А так попробую пока по-русски. P, O, K, K, A. Так, ну, надеюсь, старые, те, кто знает азбуку Морзе, на меня не обидятся, так как я ни разу не передавал в эфире азбуку Морзе, тем более не пользовался вот этими всеми обозначениями, слова, замещающие букву алфавита, нет, этим я пользовался, да, радио Владимир 4, центр, дальше, так, у меня был позывной, когда-то. Ладно, центр это Саратовская область. В общем, как вы видите, генераторы, это достаточно весело, можно собрать всякие. На следующем видео я постараюсь продемонстрировать разные виды, скажем так, генераторов, которые позволяют получить разные, скажем так, виды сигналов, так как это очень важно. Генератор не существует сам по себе, он существует для определенных нужд. Здесь в данном случае генератор звуковых частот, смороченный, конечно, так сделано через пьезоизлучатель, но вообще генераторы существуют и присутствуют почти во всей аппаратуре. И, кстати, к слову, в радиоприемнике, в любом, существует генератор, и он называется Гетеродин. Почему так? Думаю, я чуть-чуть... Хотя, чего бы чуть-чуть. Гетеродин просто это особое название приемника, который... Точнее, генератор, который работает в приемнике и создает, скажем так, смещение частоты на ПЧ, в принципе, можно и даже на НЧ, это если прямого преобразования. Но об этом я расскажу уже, когда мы дойдем до радиоприема. Это, кстати, очень сложная тема. И поэтому последовательно усилители... Вот сейчас вот будут... Сейчас уже прошли, мы познакомились с генераторами. Ну, как познакомились? Попробовали собрать. И я вот показал, что генератор – это, по сути дела, усилитель. Ну, в данном случае то же самое. Два транзистора, которые охвачены обратными связями. Ну, в данном случае, это вот эти вот резисторы – это смещение для рабочей точки вот этих транзисторов. Обратная связь здесь через вот этот вот пьезоизлучатель. Ну, в данной схеме. Для красоты здесь включен вот этот светодиодик. Параллельно динамику засвечивается. А так, давайте до следующего видео. Там я вам продемонстрирую, скорее всего, генератор синусоидальных сигналов. То есть расскажу про, что такое LC-генератор, RC-генератор. Все-таки постараюсь собрать и показать вам рабочую схему, когда мерцает лампочка. Честно говоря, я тут вот за кадром пробовал. У меня не совсем все получалось. Что-то не так, мне кажется, с транзисторами. Все-таки они, мне кажется, не совсем для этого приспособлены. Для коммутации, скажем так, мощных нагрузок. Но это я проверю. Так что, всего хорошего. Не болейте. Пока-пока. До следующей связи.